Не сделаем этого, не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И связанному с ним экономическому развитию. Прорыв. Нам нужен прорыв. Здравствуйте, я Ханжан Курбанов и это моя ремарка. Путин прочел свое послание Федеральному собранию. Это 14-е послание, политический документ, который должен лечь в основу новой политики, полагаю, на следующие 6 лет. И он был самым долгим, длился 1 час 55 минут. Был предвыборным, хотя партия яблоко и призвала Путина не оглашать это послание перед выборами, увидев в нем нарушение Конституции. Использование кандидатом в президенты своего служебного положения. Но послание как будто было не для электората. По подсчетам русской службы Би-Би-Си, Путин 41% речи посвятил оборонке. Верховный главнокомандующий показывал ролики о военной мощи России. Рассказывал о новом оружии, которое сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы и будет практически неуязвимым. На скорость его будет гиперзвуковой и будет оно как метеорит. Мы как будто хотим доказать всему миру, что нас не догнать и не нагнуть. А самое главное не сдержать. Не сдержать нашего развития, как я понимаю. Но развитие пока все больше военное. И мы гордимся. Санкции бьют, но мы крепчаем. Крепчает и бронзовый налет на персонах, которые в олигархической элите страны. Нам нужна деклонизация российского масштаба. Пока она пришла в Дагестан. Спасибо Путину за это. Нам действительно нужен прорыв. Мы живем в таком застое относительно цивилизованного мира. Мы пока гордимся оборонкой и еще сельским хозяйством, которое вышло за советский уровень. Кстати, то же самое Путин говорил и о военной мощи. Это уже не советский задел, которым попрекают коммунисты и левопатриотический блок нынешней власти. Но социальных вопросов президент России тоже коснулся. Хотя здесь пока нечем похвастать. Коррупция велика, а малый бизнес пока еще малый слаб. Уровень благосостояния и доходы в последние несколько лет только падают. А пенсионерки продают на улицах сказки, чтобы прокормить себя. Люди покупают одежду и обувь в кредит. Причем коррупция у нас стабильна. В 2002 году у страны, согласно рейтингу Transparency International, было 71 место в списке 102 мировых стран. Недавно 121 среди 163 стран. Коррупционный индекс страны высок. Такая симметричная связь с социальным самочувствием населения. Они ведь связаны. Коррупция и население. Сообщающиеся сосуды. Вот министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев говорит, что ущерб от выявленной коррупции в 2017 году составил 37,5 миллиардов рублей. А за два года, 16 и 17, 148 миллиардов рублей. Больная тема. Здесь картинок не покажешь, потому что нечем тешить себя. Пока только обещание сделать жизнь лучше. К примеру, снизить ставку по ипотеке. И тут же руководитель Сбербанка Герман Греф говорит о том, что для снижения ставки по ипотеке до 7% нам потребуется год-два. Скажем, что в Европе эта ставка уже сейчас 4%, а нам нужно два года, чтобы снизить ее до 7%. Сколько еще ждать? Где то время, когда квартиры выдавались по ордерам и не было обманутых дольщиков? Другой кандидат в президенты страны Павел Грудинин тоже обещает. Тот самый Грудинин, на которого в последние предвыборные недели остервенело набрасываются все федеральные СМИ. Вон Калеменов и Киселевым готовы его информационно распять. Так вот, Грудинин обещает, как-то круче. Может быть потому, что никогда не сидел в президентском кресле, но людям нравится. Я сокращу расходы на содержание администрации президента в 10 раз. Я начну регулировать тарифы так, чтобы это дало возможность развиваться бизнесу. И я обязательно повышу пенсии и заработные платы бюджетникам. Потому что если у тебя нищее население, производить продукцию не для кого. Бесполезно. Людей всегда удивляло, что нам не хватает для рывка вперед. Приводит связь доходов от продажи нефти и цен на бензин. Не стыкуется. Экспорт газа с состоянием самочувствия бабулек, стоящих на паперте за подаянием. Что-то не вяжется. Почему? Путин отчасти ответил на этот вопрос. Нам не хватает политической воли. Очень много Верховный говорил слова «нужно», «надо». Подозреваю, что его боярское окружение эту волю саботирует на протяжении 18 лет. Иначе как понять, что мы топчемся на месте по ключевым направлениям? Очень непопулярные меры среди чиновников сокращение административного штата, который предлагает фаворит предвыборной гонки. Кризис мало коснулся банкирщину, корпоративных госолигархов, монополистов и прочую элиту. Хоромы этих господ не только не уступают распиаренным дамам дагестанского политистеблишмента, но и переплюнули их уже давно. Такие, с позволения сказать, графские дворцы нашими не снились. В русских сказках плясать нужно от печки, в экономике от реальных доходов населения. И тут мы буксуем. На месте. Не танцы, а какие-то вялые кривляния. Вон Навальный обещает минимальную зарплату довести до 25 тысяч рублей. Но России пока может себе позволить 11 тысяч. В Польше, к примеру, минимальная зарплата 34 тысяч 522 рубля. А в Дагестане одни из самых низких доходов. Зато у нас высокие тарифы на коммунальные услуги. А в случае с Дагестаном выясняется, что на людей накидывают еще какие-то пени, придуманные алчными энергетиками и газовиками. Или посредниками. Еще предстоит выяснить всю коррупционную схему. Причем платить их вынуждены те, кто всегда аккуратно платит. То есть социально незащищенные и низкодоходные слои населения. И готовы ли мы повышать уже сейчас, а не через год-два, пенсии и зарплаты бюджетникам? Повышение доходов неминуемо подстегнет экономику. Повысится платежеспособность внутри страны. Два традиционных вектора любого политика. Это могущество страны и благосостояние народа. Как два крыла орла. На российском и дагестанском гербах орлы. Мы сможем проявить русский, дагестанский характер, если власть доверит. Если власть проявит волю, которую ждут, по крайней мере, обладатели этих характеров. Понятно, что вопросы эти, как говорит сам национальный лидер, не решаются с кондачка. Но страна не готова ждать еще 18 лет. По данным ВЦИОМ, на выборы готовы прийти около 70% россиян. Дагестанцы благодарят Путина за Васильева и готовы поддержать тотальное очищение в республике. Глава Дагестана свое послание уже получил. Путин говорит, что лидером станет тот, кто имеет волю к действию, волю к прорыву. Здесь в Дагестане она уже проявляется. Осталось только дагестанский опыт перенести на всю страну. Оставайтесь судьи. Продолжение следует...